Какой сейчас должен быть доход на взрослого и детей, чтобы получить визу? Какую визу? Временное проживание или рабочая виза у вас есть, раз вы уже здесь работаете. Или не работаете, а только еще узнаете. ВНЖ, временный вид на жительство или рабочая виза, не требует от вас материальных вложений. Или я вас не поняла, потому что вы упоминаете какой-то контракт. Вас пригласили на работу, возможно, что для приглашенных здесь какие-то другие условия. Если вы спрашиваете о ПМЖ, постоянное место проживания или перманент, как его здесь называют, то вам необходимо 3 года постоянного проживания в Норвегии. И доход на сегодня это 296 550 норвежских крон. Дети в расчет не берутся. Стоимость подачи заявления на сентябрь 2023 года 3800 крон. Дети до 18 лет бесплатно, но здесь почему-то дети упоминаются. Но вы оставили комментарий под видео, где я говорю о получении гражданства. Может вы гражданство имели в виду? Почему-то не обновляется информация на странице УДИ с 2021 года. Но судя по сумме на тот период, она соответствует доходу для подачи заявления на ПМЖ. То есть на сегодня это 296 550 крон на человека. Я могу ошибаться, я не слежу за этой информацией. Но тем, кому эта информация важна, выяснить очень просто, имея компьютер. Да и на телефоне тоже. Мне просто слепой-то лучше работать на компьютере. Установите на компьютер переводчик Google. А в новых компьютерах, по-моему, там уже самостоятельно установлен. Google стал неплохо переводить норвежский язык, поэтому особенно если правильная речь, а в УДИ правильная речь, я его выношу вот сюда, чтобы сразу можно было переводить, если нужно. То есть перевести страницу, делайте перевести страницу и вуаля, вы уже будете читать на вашем языке, который есть. Но в УДИ для информации для украинцев есть и на русском, и на украинском. Не вся, конечно, но необходимая для них. Требование содержать себя для получения постоянного вида нажительства. И мы смотрим вид нажительства, чтобы получить, вам нужна сумма дохода 296 550, но не датских, а норвежских крон в год. То есть там что-то получается 24 713 крон в месяц. Перечисляется то, что когда одобряется. Следующие виды доходов. Трудовые доходы, доходы от бизнеса, доход от собственной компании, пенсия или фиксированные периодические выплаты, например, процентный доход, ничего себе, пенсия 24 000. Например, процентный доход и фиксированный доход от страховых выплат, договорная пенсия, частные пенсионные схемы, выплаты через схемы страхования жизни, доход от аренды. Пособие по болезни, пособие по беременности и родам, родительские пособия, пенсия по старости, пособие по безработице, пособие по подтверждению занятости или пособие матери-одиночки или отцу-одиночки. Студенческие кредиты и гранты, вводное пособие. Это одобряется. То есть, если у вас пенсия 24 000, вы можете смело, или пособие, вот студенческий кредит вам дали, так, что там еще, пособие по старости, по безработице, вы получаете 24 000 за последние более 24 000 крон в месяц. Вы смело можете подавать на ПМЖ, если вы прожили здесь 3 года. Чтобы вбить в строку поиска ваш запрос, также воспользуйтесь этим переводчиком. Но так как для всех приехавших иностранцев информация расположена на странице УДИ, вы сначала в строке поиска вводите адрес уди.но. Открывается сайт УДИ, и здесь вы просто делаете перевод полной страницы и таким образом находите нужную информацию. Это проще и надежнее, чем получать недостоверную информацию, ну, возможно, недостоверную информацию от знающих людей вроде меня.